Продолжаем читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Считаем главу 37, в которой Святой Отец учит нас тому, что необходимо в себе постоянно воспламенять, возгревать решимость о добродетельной жизни, решимость и ревность. Для этого нужна душа сильная, мужественная, воля не какая-то слабая или вялая, а постоянный такой вот настрой – биться, воевать до конца, до победы. Для чего нужны добродетели? Ну, во-первых, потому что они Богу угодны. Это вообще то, чем христианин должен постоянно наполнять свое сознание, что вот я должен жить по воле Божией. Нам нужно научиться волю свою делать соответственной воле Божией. Люди однажды отпали от Бога, потому что решили, чтобы все было по их желанию. С одной стороны, человек свободен, внутренне свободен. Он может выбирать то или иное. Но вот, к сожалению, свободой можно ведь пользоваться и неверно, что и произошло. Выбрали люди волю дьявола, согласились с ней, ну и началась величайшая проблема в существовании человека. И вот для того, чтобы нам снова хотя бы вернуться в состояние Адама до грехопадения, нужно научиться выполнять волю Божию. Она выполняется тогда, когда человек для себя определяет это как самое главное в жизни. Конечно, все здесь оно не мгновенно, не просто исправляется. Но, тем не менее, это еще раз скажем то, что должно быть постоянной нашей целью — жить по воле Божией. А потом, добродетели, они ведь человеку на самом деле естественны и свойственны. Просто мы об этом забыли. Мы привыкли в жизни следовать своему самолюбию. От этого ошибаемся, грешим. Дьявол очень часто нами руководит, часто незаметно для нас, а порой понимаем мы, что делаем зло, но тем не менее делаем. Настолько порой привыкаем к нему, что жизнь греховную воспринимаем как нормальную, обычную, естественную. Всеми силами пытаемся в этой греховной жизни найти какое-то утешение, радость, покой. Не находим, мучаемся, но, будучи ослеплены самолюбием, не способны понять это. Пытаемся обвинять других, обвинять жизнь, порой самого Бога в том, что нам плохо. Вместо того, чтобы найти источник проблемы именно в своей испорченности, в своей болезненности, в своей греховности. Так вот, жизнь добродетельная, она естественная человеку. И когда он начинает жить этой жизнью добродетельной, то видит, сколько мира и покоя это начинает приносить ему. И как оказывается сладостно жить вот этой вот жизнью исправленной. Ну, здесь, как пример, можно привести состояние человека больного какой-нибудь болезнью. И когда он начинает выздоравливать, он видит эти перемены, видит, что и силы появляются, видит, что энергия есть какая-то, что настроение меняется, взгляд на жизнь меняется от этого и так далее. Как это состояние тела, как вот оно нами порой чувствуемо, а тут состояние вообще нас, как существа. Когда наше внутреннее я, наша душа, да с духом начинает оживать, начинает пробуждаться, начинает очищаться, начинает выздоравливать. Еще что нужно сказать. Добродетели человеку необходимы для того, чтобы воспринимать божественную благодать. Потому как благодать Богом дается, несомненно, даром. То есть жизнь добродетельная — это не какая-то плата за помощь Божию. Это вот, что я что-то доброе делаю, и Бог теперь меня как бы награждает чем-то. Нет. Жизнь добродетельная — это необходимые условия для того, чтобы благодать воспринять. Мы знаем, есть закон в мироздании подобное, тянется к подобному. Хочешь быть с Богом, постарайся быть подобен Ему. Помните, как в Евангелии сказано, Господь говорит, «Возьмите пример с меня, ибо круто я есть и смирен сердцем». То есть мы постоянно должны себя понуждать на то, чтобы быть похожими на нашего Учителя, нашего Господа, нашего Спасителя. Но вернемся к тексту. В прошлый раз мы с вами закончили чтение теми словами, что один из способов, чтобы себя приучить к какой-то добродетели, ну, во-первых, да, это необходимо ежедневно что-то повторять, чтобы навык появился. Но вот дабы в себе разогреть ревность об этом деле, вот один из способов это есть, это вспоминать какие-то слова из Священного Писания, говорящие именно о данном предмете. Вот сегодня мы с вами начнем с перечисления некоторых примеров. Например, когда трудишься над стяжанием добродетели терпения, действительно, нужно ли нам терпение? Несомненно, нужно. Без терпения ничего не сделать. В любом деле необходимо терпение. В деле духовной брани оно вообще необходимо. Так вот, если желаешь научиться стяжать добродетель терпения, можешь избрать и заучить, и часто повторять следующие места Священного Писания. Сразу же здесь сделаем для себя пометочку. Ну, здесь далеко не все, что мы можем найти в Священном Писании для себя по данному вопросу. Здесь как бы некие примеры. Каждый может постараться найти что-то еще, что-то найти из цвета цветых отцов. В общем, главное понять, что это действует. Итак, какие вот примеры могут быть? Из разных мест здесь Священного Писания. «Долго терпелив муж, много в разуме». Ну, и действительно, человек разумный, он всегда человек терпеливый, потому что что-то выучить даже, узнать, для этого много терпения нужно. «Терпение убогих не погибнет до конца», — говорил царь Давид. «Горе вам, погубившим терпение». Такое вот есть высказывание. Действительно, человек нетерпеливый, он несчастный, и он становится врагом самому себе. «Лучший муж долго терпелив, нежели крепкий, удерживающий же гнев больше землющего города». «В терпении вашем стяжите души ваши». Вот, наверное, даст особо знакомое для нас выражение. «Терпением дотечем на предлежащий нам подвиг». «Вот блажим терпящих». Такое выражение. «Блажен муж, который претерпит искушение». Ублажает Господь. Всякого человека, который искушение в жизни на него находящий претерпевает. Что нужно еще здесь нам для себя отметить? Терпение, ведь оно может быть разное. Богу угодное терпение, благодушное. И причем ведь не то, что оно только Богу угодно. Оно же и нас наполняет верным и добрым наполнением. А терпение неблагодушное, наоборот, нас очень расстраивает, очень сильно смучает. Ну это-то какое неблагодушное терпение? Когда человек вынужден терпеть, но терпит с ропотом. Ну, скажем, какая-то болезнь, какая-то трудность. Ну, некуда человеку деться. Некуда. Ну, вот он постоянно себя мочит. Что, да почему так, да почему это, да сколько это может длиться, да все это несправедливо, да я больше так не могу, не хочу, не буду. И выйти из этого не может. Ну, например, когда болезнь. И для него и прок от такого терпения никакого нет. Болезнь проходит, а ему только хуже и хуже в плане духовном. Благодушное терпение – это то, когда человек настраивает себе, что да, Господь дал, буду терпеть. Благодушно, со смирением, с терпением. Благодаря Бога за это. И вот здесь удивительное происходит. Когда есть такой настрой, то даже что-то очень тяжелое переносится, но с каким-то удивительным, но правильным внутренним духовным чувством. Человек обогащается через такое терпение. Появляется некая внутренняя духовная радость, удовлетворение от того, что происходит. И это не какое-то, знаете, там заболевание психическое, что там рад, там скорби, нет. Сколько он видит в этом пользу для самого себя. Да, да, действительно блажен муж, который претерпит искушение. Терпение же да совершенное имеют. Тело совершенно да имеют. Терпением бы им эти потребу. Ну, в общем, еще раз, что скажем, в Священном Писании много можно найти слов, касающихся, скажем, терпения. То же самое можно сделать по поводу молитвы, по поводу добродетели целомудрия, по поводу добродетели смирения и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане каждый, проанализируя свою жизнь, может, что видит. Вот мне не хватает этого, не хватает этого, не хватает того. Так, хорошо, буду этому учиться, буду пытаться в жизни света исправлять. И открываем Новый Завет, например. И начинаем уже, внимательно читая тоже Евангелие, искать, а что же по данному поводу здесь мне Господь откроет. И увидим, что очень много Господь дает пищи для размышлений. И вот как здесь нам советует Никодим преподобный, вот выпиши себе где-то, заучи на память, и каждый день себя тем самым воодушевляй. Видишь, что дело пойдет. К этому можно присоединить и свои короткие молитвенные воззвания, такие или подобные им. Боже мой, когда же, наконец, сердце мое плечется в оружие терпения? Когда, наконец, стану я переносить всякую неприятность со спокойным сердцем, да возрадуется Бог мой о мне. О, как возлюблены вы мне при скорбности, делающие меня подобным Господу моему Иисусу, ради меня пострадавшему! Иисусе мой, даруй мне хоть иногда спокойно жить среди тысяч прискорбностей, славы ради твоего имени! Блажен буду я, если посреди огня скорбей воспламенюсь с желанием перенести еще большие страдания. Вот что-то подобное каждый может сотворить в своей жизни. И почаще, почаще обращайся к Богу, открывай ему сердце свое, почаще себе в этой молитве напоминай о цели, которую ты перед собой поставил. Такие молитвы надлежит употреблять, чтобы преуспеть в добродетелях. Всякий раз применяясь к той, в которой особенно упражняешься, как внушит нам дух веры и благочестия. Такие краткие молитвы справедливо наименовать с пророком восхождениями в сердце полагаемыми, которые, стыргаясь из сердца полного веры и упования, восходят на небеса и входят в уши Божии. Эти воздыхания, никогда не утаивающиеся от очей Бога милосердного, это воззвания всегда внемлемые и разумеваемые многоблагоутробным Господом. Не надо только забывать прилагать к ним следующие две уверенности, как бы два крыла, что Бог радуется, видя нас трудящимися в стяжании добродетелей, и что пламенно желая совершенства в них, мы ничего другого не ищем, как того, чтобы угодить Богу. Субтитры создавал DimaTorzok